Лексусы, БМВ, Мерседесы. Автомобили класса люкс. 100 рублей за 5 минут поездки. Развлечение доступно в основном детям. Обычно такой пульт управления электромобилем в руках у родителей. В салоне мини-авто – ребенок. Вместе можно отработать и будущие навыки парковки. Такие аттракционы сейчас есть в любом сквере города и на свободном пятачке муниципальной земли. Рядом батуты всех видов и размеров. А есть и совсем напоминающие орудия для пыток развлечения. Видимо, не особо популярно, раз пустует. Но многие обращают теперь внимание на крепеж надувных аттракционов. Ведь полет батута в Бурятии дошел до федеральной прессы. Момент ЧП попал на камеры видеонаблюдения. Надувной аттракцион порывом ветра отрывает от земли и уносит на десятки метров. Там серьезно пострадали дети физически и родители морально. Саратовские и городские депутаты поднимают вопрос о бесконтрольности за этим сектором бизнеса. По словам Евгения Чернова, он фактически скрыт в тени. Неизвестно, кто дает разрешение там работать и кто проверяет безопасность оказания развлекательных услуг. Как выясняется, что все, официально выясняется, что все те, кто на сегодняшний момент у нас стоит на муниципальной земле, начиная батуты, какие-то карусельки небольшие, лошадки, машинки, паровозики и многие другие, на сегодняшний момент, подчеркну, они официально у нас никому не платят. Вдумайтесь, официально никому не платят. На самом деле, люди, связанные с предпринимательством, с бизнесом, мы должны понимать, что такого не может быть. То есть, скорее всего, это происходит, что тот или иной предприниматель, который поближе к администрации, к какому-то учреждению носит, скорее всего, мы предполагаем, черный нал. И за данную оплату ежемесячную, скорее всего, он там, соответственно, стоит. Стоит на муниципальной земле. А. Здесь получается непрозрачность для других предпринимателей, которые хотели бы в этом принимать участие. Б. Официально муниципалитет, у которого денежных средств не хватает ежегодно, на то же развитие тех же развлечений для детей, не получает ни копейки. Площадь у цирка. Здесь весь депутатский список. Электромобили, утомленные солнцем тройка лошадей, и паровозик в пятнистом цилиндре. Место очень проходимое. Отсюда и выгодное. От клиентов нет отбоя. Поэтому даже поговорить с операторами электротранспортного цеха удается не сразу. Проверка. Кто-то куда-то приходит, что-то спрашивает. Нормально недавно работает. Не знаю. Пока нет. Ну, а в принципе, может быть, предупреждает ваш, на кого вы работаете, что там, не знаю, с какого-то надзора придут. В общем, кто-то контролирует вот подобные аттракционы, нет? Не знаю. Да, наверное. Неподалеку в сквере «Оазис» из надувных батутов, лабиринтов и рыбалка на удочку с магнитом. Администратор объясняет ситуацию при попытке к бегству. А, ну приходят, интересно. А кто откуда? Отсюда я знаю. Приходят, смотрят там и все. С администрацией? Ни понять не имею. Не представляются? Не представляются? Не представляются? Надувные батуты можно найти в интернете за цену от 25 тысяч. Электромобили, схожие с моделями мировых автоконцернов, идут от 9 тысяч рублей. Весь этот инвентарь периодически обновляется. Значит, позволяет доход. Даже не специалисту понятно, что это своего рода техническое средство. Первый в списке возможных проверяющих – Ростехнадзор. Здесь и есть представительство, а руководство – в Самаре. Вы не по адресу обратились? Не по адресу? Конечно. Причем тут Ростехнадзор? А это не является сразу техническими средствами? Ну, если вы прочтете внимательно название нашего ведомства, то поймете, что технические средства техническим средствам рознь. У нас речь идет о промышленном надзоре в первую очередь. Это не те технические средства. То, что вы перечисляете, это, скорее всего, Роспотребнадзор, наверное. Но и Роспотребнадзор уполномочен заявить – это тоже не их сектор. Хотя за год у них уже есть пять обращений на владельцев аттракционов. Резонансный случай. В одном из торговых центров ребенок спрыгнул в бассейн с шариками и получил травму ноги. Роспотребнадзор проверяет лишь качество оказания услуги с точки зрения наличия информации для потребителя, указаний цены развлечения и данные на предпринимателя. Если этого нет, то нет и проверок. Мы не можем принять никаких мер, поскольку недостаточной информации, которая требует на законодательство, чтобы эти основания были у нас для основания, для внеплановой проверки. Потому что нет адреса и… Нет адреса, да. И именно наименование хозяйствующего сублекта, да. ИП, например, Иванов или кто-то там, да. То есть это самое главное. Где и что? Потому что официально… Потому что многие, может быть, ну это тоже дело тогда полиция, если они неофициально работают и оказывают эти услуги. Так кто же тогда те неизвестные, что приходят к администратору в скверу цирка? Как ни странно, но оказывается, аттракционы в России – это юрисдикция Минсельхоза, который с недавнего времени в целях эффективности контроля поручил проверку необходимой документации на аттракционы Гостехнадзору. Минсельхозом утвержден большой план график подготовки этих всех проектов, такой как проект постановления правительства Российской Федерации об утверждении требований к техническому состоянию эксплуатации аттракционов. Вот срок стоял на ноябрь 2018 года, но последний раз, когда я заходила на сайт правительства, РФ посмотрела, там Минэкономразвитие дало отрицательное заключение на этот проект, поэтому они опять находятся на согласовании и на доработке, потому что там были нарушены права индивидуальных предпринимателей. На законодательном уровне нам полномочия дали, а отдельно постановления и какие-то законодательные акты не приняты, то есть что именно мы будем смотреть. Возможно, роль здесь сыграло письмо в адрес Дмитрия Медведева от президента Российской Ассоциации парков, в котором авторы текста возмущены непрофильным интересом Минсельхоза к аттракционам. В любом случае нет регламента, нет и проверок. Саратовский бизнес-омбудсмен Михаил Петриченко согласен с тем, что в этой сфере необходимо навести порядок, но без перегибов. И приводит пример, когда конфликт владельца паровозика для детей с другим бизнесменом дошел до проверок со стороны ГИБДД как транспортного средства, то есть должен быть компромисс между властью и бизнесом. И люди непростые должны идти в этот бизнес и заниматься этим, потому что все равно необходимое образование определенное, педагогическое, как минимум, необходимое еще знание психологии детской, необходимо еще знать, если это технические средства, которыми пользуются предприниматели, то необходимо знать еще и технические данные тех параметров, которые есть. Как говорит депутат Чернов, в свое время такая же неразбериха была с квасом и мороженым. Навели порядок, бизнесменов меньше не стало. Город Саратов в прошлом году получил 10 миллионов рублей дополнительно только вот за кратковременную аренду, там порядка 5-6 месяцев, начиная с мая, заканчивая сентябрем, квасом и мороженое. Мэрия же фактически самоустранилась от комментариев на тему, кто и на каком основании выдает разрешение работать этим предпринимателям на участках муниципальной земли. В процессе подготовки материала без особых проверок со стороны Гостехнадзора выяснилось, что, к примеру, эти электромобили по факту являются игрушкой и не могут быть использованы для получения прибыли.